Добрый день, коллеги, дамы и господа! Я приветствую всех представителей средств массовой информации, наших уважаемых гостей, участников сегодняшнего разговора, всех, кто находится на мультимедийной площадке Международного информационного агентства «Россия сегодня». Мы начинаем круглый стол на тему «Водущие договоры о РСМД и стратегической стабильности». 2 февраля истекает так называемый 60-дневный ультиматум «Помпео» в адрес России. Напомню, что в начале декабря госсекретарь США заявил о готовности Вашингтона выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Москва в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. Россия договор не нарушала, но в течение прошедших двух месяцев делала все возможное, чтобы образумить Соединенные Штаты. В январе в Женеве прошли российско-американские консультации, которые, к сожалению, успехом не увенчались. Неделю назад, 23 января, Россия в рамках добровольной транспарентности предоставила информацию о ракете 9М729, которая по версии Соединенных Штатов отождествляется с нарушением договора о РСМД. Брифинг Министерства обороны в парке «Патриот» посетила более 20 представителей дипломатического зарубежного корпуса. Правда, почему-то военные атташе Великобритании, Германии, Италии, США, Франции, а также представители НАТО и ЕС, которые также были прекращены, эту встречу проигнорировали. А ведь, например, глава немецкого МИДа МАСС накануне посещал Москву с посреднической миссией, вроде бы стараясь спасти этот договор. В последнее время все больше экспертов склоняется к тому, что спасти договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вряд ли получится. Почему Соединенные Штаты хотят выйти из договора, о том, какие последствия это может иметь для стратегической стабильности и что должна предпринять Россия, об этом мы будем говорить с нашими гостями, которых я с удовольствием представляю. Традиционно представляю гостей справа налево. Рядом со мной председатель ПИР-центра, вице-президент Российского Совета по международным делам, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. С нами также сегодня генеральный директор Российского Совета по международным делам Андрей Куртунов. Я рада приветствовать на нашей площадке научного руководителя Института США и Канады Российской Академии Наук, члена научного совета Российского Совета по международным делам Сергея Михайловича Рогова. Старший лейтенант запаса. Это важное дополнение. И мы ждем, что с минуты на минуту к нам присоединится заместитель директора Института США и Канады Российской Академии Наук, генерал-майор запаса Павел Золотарев. Андрей Вадимович, так что все-таки ждет договор о ликвидации ракет средней и меньшей дайности? Мне кажется, что действительно решение политическое о выходе из договора принято. Принято не вчера, когда летом в Москву приезжал господин Болтон. Он однозначно высказался относительно своих сомнений в целесообразности сохранения договора. И здесь действительно есть целый ряд факторов. Есть общая философия администрации Трампа. И в рамках этой философии, к сожалению, контроль над вооружениями не является приоритетом. Есть опасения относительно будущего китайской программы развития ядерных сил и их носителей. Причем, как известно, Китай делает особый акцент именно на те системы, которые можно отнести к ракетам средней и меньшей дальности. Ну, вероятно, действительно существуют опасения относительно каких-то российских шагов, которые можно было бы интерпретировать как нарушение договора. Но я подозреваю, что все-таки в этом решении российский фактор был не основным. Он был скорее предлогом для того, чтобы развязать себе руки и для того, чтобы принять решения, отвечающие внутренней философии администрации Трампа. При этом я хочу сразу сказать, я думаю, что коллеги со мной согласятся, что формальный выход из договора не означает, что ситуация в Европе коренным образом изменится завтра. Поскольку, насколько можно судить, сейчас вот не существует у Соединенных Штатов технологий производственных мощностей для того, чтобы оперативно произвести значительное количество новых систем. Ну и существуют политические проблемы с их возможным размещением в Европе, поскольку совершенно не очевидно, что американские союзники будут рады вот такому изменению геостратегической ситуации на континенте. Спасибо большое. Сергей Михайлович, американский президент Трамп очень не любит договоры, которые сам не заключал, но полагаю, что к договору о РСМД, но это мое высказывание вряд ли относится, Андрей Вадимович упоминал о том, что российский фактор не был основным, а лишь был предлогом для разрыва соглашения. Все-таки в чем, вот с Вашей точки зрения, желание США выйти из этого документа? Ну, на мой взгляд, хотя китайский фактор играет очень важную роль, но и в подходе к нашей стране нынешняя администрация придерживается крайне жесткой линии, олицетворением которой является советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Вот он, кстати, ведь в октябре приезжал. И у меня с ним был завтрак, причем пришлось пойти на такой шаг в день моего 70-летия с утра. Такой вот он мне преподнес. Он тоже много говорил относительно Китая и китайских ракет средней дальности. И всячески призывал нашу страну поддержать Соединенные Штаты в сдерживании Китая. Ну, на мой вопрос, с какой стати мы должны поддерживать Соединенные Штаты, когда Вашингтон усиливает давление в отношении России, крайне жесткую линию проводит в отношении нашей страны. Никакого разумительного ответа он не дал. Я спросил его, ну а как насчет размещения американских ракет средней дальности, нового поколения, которое сейчас разрабатывается, вблизи российских границ. Он ответил, что таких планов у Соединенных Штатов нет. Я говорю, ну сейчас таких планов нет, а дальше-то ситуация может измениться. Есть какие-то гарантии? Можете Вы дать гарантии, что в случае разрыва договора, Вашего выхода из договора, Соединенные Штаты не развернут ракеты средней дальности вблизи наших границ? Он сказал, нет, никаких гарантий мы дать не можем. Я думаю, что надо смотреть на подход нынешнего руководства США к проблеме контроля над вооружениями в целом. Ведь именно Болтон в 2001-2002 году, когда он работал заместителем госсекретаря в администрации Буша-младшего, был движущей силой решение Соединенных Штатов о выходе из договора ПОПРО. И нынешнее решение о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности отражает вот эту линию, когда контроль над вооружениями рассматривается как односторонняя уступка американцев России. Зачем Соединенные Штаты должны ограничивать свободу своих действий и признавать паритетные отношения в сфере ПРО, в сфере ракетно-ядерной с Россией? И не случайно я хочу напомнить, сколько недели назад, чуть больше, 10 дней назад, была наконец-то обнародована новая американская доктрина противоракетной обороны, где выдвигается целый ряд тезисов, свидетельствующих о том, что противоракетная оборона будет использоваться, в частности, и против России. Правда, это делается с оговорками, мол, речь идет о противоракетной обороне на региональном уровне. Ну, что имеется в виду? Такие системы, как ИДЖИС и ШОР. Одна база уже действует в Румынии, вторая строится в Польше. И вот в этой доктрине противоракетной обороны ставится задача провести испытания системы ИДЖИС против межконтинентальных баллистических ракет. Ранее Соединенные Штаты утверждали, что их программа ПРО носит ограниченный характер, такие системы, как ИДЖИС, перехватчик СМ-3, не способны перехватить российские межконтинентальные баллистические ракеты. Вот теперь вопрос ставится иначе. И таким образом возникает перспектива того, что Соединенные Штаты через несколько лет будут иметь в Европе у границ нашей страны базы новых ракет средней дальности. В частности, Польша уже изъявила готовность предоставить Штатам такую возможность. Вполне вероятно, Балтийские государства последуют этому примеру. И в то же время укрепить противоракетную оборону, как против наших ракет средней дальности, если мы их развернем в ответ на действия Соединенных Штатов, так и против наших межконтинентальных баллистических ракет. Поэтому я согласен с Андреем Вадимовичем, в ближайшее время никаких таких резких событий не произойдет, я имею в виду в плане сдвига в военно-стратегическом балансе. Но через несколько лет ситуация может принять очень опасный характер, и об этом, наверное, надо задумываться, и об этом надо говорить. Но сейчас я остановлюсь, поскольку и так уже занял слишком много времени. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Евгений Петрович, Соединенные Штаты через несколько лет будут иметь базы ракет средней дальности в Европе. И даже Сергей Михайлович места назвал, где они могут быть размещены, и все это делается против России. Каковы должны быть наши ответные шаги? Ведь спасти договор не получается? Вы понимаете, спасти договор, конечно, не получится, потому что политическое решение принято, и последние даже попытки замминистра Рябкова и в Женеве, и вчера в Пекине, на полях ядерной пятерки, что-то еще побудить, как-то американцев продолжить диалог, они не увенчались успехом. То есть я полагаю, что договор уже не спасти. Более того, мне вот ситуация сегодняшняя очень напоминает 87-й год, когда американцы буквально накануне подписания договора вдруг, так сказать, сказали, а вот у вас еще есть комплекс АК такой, мы знаем, что он испытан на 450 километров, но вот он не нравится нам, вот очень хороший, по-своему был революционный комплекс в конце 80-х годов, мобильный, высокоточный, очень быстрое время развертывания, они оценили его модернизационный потенциал и решили, что этот комплекс должен быть уничтожен. Вот сказали тупо, уничтожайте или не будет договора. Вот сегодняшняя ситуация точно такая же. Наши конструкторы сделали, усовершенствовали 728-ю ракету для комплекса «Искандер-М», сделали новую транспортно-заряжающую установку, поставили более мощную головную часть на пусковой установке вместо 2-4 ракеты. Американцам это не понравилось. Вот плохая ракета, надо ее уничтожить. Причем их не интересует даже, что там показывают, в разрезе. Нет, нам эти болванки не нужны, вот уничтожайте и все. Теперь насчет размещения. Я согласен с Сергеем Михайловичем и Андреем Вадимовичем, что, конечно, в ближайшее время вряд ли американцы начнут разворачивать в Европе свои ракеты, тем более, что пока у них таких ракет нет. Ну, типа «Першинг-2», которые было, ну, конечно, при их возможностях они ракету сделают следующего поколения, наверное. Я не думаю, что так называемая «Старая Европа» позволит им разместить эти ракеты. Могут разместить, конечно, в Прибалтике, в Польше, в Румынии. Это возможно. Ну, нам тогда нужно думать, где нам размещать. Ну, надо говорить с кубинцами, надо говорить с некрогуанцами тоже. Ну, если речь идет о Востоке, то, опять же, где им размещать? Размещать, ну, вот последний опыт размещения системы ТХАТ в Южной Корее показал, что китайцы имеют очень хорошие экономические рычаги, воздействие на своих соседей, поэтому вряд ли они разместят ракеты в Южной Корее. Таиланд, Филиппины тоже более, так сказать, вряд ли пойдут против Китая и позволят американцам разместить эти ракеты. Тогда им нужно иметь какие-то ракеты, типа нашего «Пионера», то есть с дальностью 4000 километров, для того, чтобы разместить их где-нибудь там в Австралии, на Маршаловых островах, на Гуаме, может быть. Но пока такой ракеты у них нет. Япония остается. Ну, если разместят в Японии, это возможно, конечно, с учетом очень тесных связей Японии с Соединенными Штатами и союзнических обязательств. Но тогда это будет прямой вызов России, конечно. Тогда говорить о каком-то мирном договоре с Японией, я считаю, вообще нужно прекращать эти все разговоры. И тогда нужно думать о том, что что-нибудь на Чукотке разместить. Тем более, в отличие от американцев, у нас есть возможности. Мы снимем с Тополя или с Ярса одну ступень, и вот, пожалуйста, 4000 километров восточное и западное побережье, все в пределах досягаемости. Спасибо большое, Евгений Петрович. Павел Семенович, к нам присоединился заместитель директора Института США и Канады Российской академии наук генерал-майор запаса Павел Семенович Золотарев. Павел Семенович, что означает прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности для стратегической стабильности? Следующий договор на очереди СНВ-3. Ну, во-первых, хотел бы внести уточнение по должности. В прошлый раз я его уже уточнял. Прошу прощения, девичья память, она такая короткая. Да, хорошо. Что касается стратегической стабильности, в том понимании, которое у нас согласовано на сегодняшний день стратегической стабильности, она базируется на том, что оба государства должны сохранять постоянно состояние взаимного гарантированного уничтожения. И, конечно же, такое отношение к стратегической стабильности сразу же заставляет рисовать сценарии взаимного обмена ударов и гарантированного ответного удара той стороны, которая подверглась нападению. Ну и отсюда наш подход, который говорит, что мы должны смотреть перспективу размещения американских ракет в Европе, есть у них такое намерение или нет такого намерения, а если его нет сегодня, то оно может появиться завтра, и отсюда строить всю логику. Поэтому для стратегической стабильности, конечно, это представляет весьма значительную угрозу. И я думаю, что Министерство обороны на случай размещения таких ракет в Европе заранее будет разрабатывать соответствующие планы. Это и планы упреждающего удара обычным оружием в случае возникновения военного конфликта с применением обычного оружия, и на случай угрозы перерастания его в ядерный конфликт, это, может быть, и планы упреждающего ядерного удара по этим объектам, потому что это более надежное поражение, чем обычное, и планы, гарантирующие ответный удар, если мы пропустили их удар, и состоялся обезглавливающий удар, и частично обезоруживающий, может, удар. Эти все планы Министерство будет оборонно разрабатывать. И это будет, конечно, крайне опасная, критичная ситуация, связанная с возрастанием риска возникновения ядерного конфликта, в том числе при возникновении различных случайных обстоятельств. Что касается судьбы других договоров, то, я думаю, здесь очевидная угроза и договор о стратегических наступательных вооружениях, он почти 99,9% не будет продлен, о новом договоре тоже нет оснований говорить. Ну и следующий договор, который фактически уже сейчас испытывает серьезные трудности, и, наверное, объективно это самый важный договор в современном мире, я имею в виду договор о нераспространении ядерного оружия, он практически перестанет действовать. Ну, смотрите, мы после окончания Холодной войны пока занимаемся проблемами стратегической стабильности с американцами, то есть остаемся в двухстороннем формате и смотрим, как друг друга уничтожить, сможем или не сможем. За это время мир приобрел три новых ядерных государства. То есть договор о неиспространении ядерного оружия в условиях, когда закончилась Холодная война, фактически получился неэффективным. Ну, а дальше, я думаю, еще хуже будут обстоятельства складываться. Вот если коротко. Спасибо. Какие дополнения будут? Ну, там еще есть один договор. Это договор о запрещении ядерных испытаний, который не вступил в силу. Но, естественно, если американцы сейчас начнут разрабатывать новые ракеты, новые боеколовки, конечно, без натурных испытаний им не обойтись. Поэтому вот этот пятый договор в системе контроля над ядерными вооружениями и нераспространения, вот тоже последует туда же. То есть, по сути, мы остаемся вообще без договора? Да, вся система контроля над ядерным вооружением и нераспространением, она может почить в БОЗе в самое ближайшее время. Сергей Михайлович. Ну, я хотел бы высказать еще несколько соображений, касающихся стратегической стабильности. Вот, как Павел Семенович сказал, эта концепция базируется на модели взаимного гарантированного уничтожения. Отсюда следует и договор по противоракетной обороне, из которого Соединенные Штаты вышли. А суть договора заключалась в том, чтобы избежать риска того, что при наличии противоракетной обороны одна сторона может нанести упреждающий удар, а обезоруживающий, обезглавливающий, конечно, полностью не уничтожить ядерные средства другой стороны, но ослабленное, то, что уцелеет, ядерные вооружения будут, перехвачена противоракетная оборона. Так вот, в прошлом году президент Путин дважды, это впервые в истории, никогда наши руководители подробно не говорили об этом, рассказывал о сути концепции ответно-встречного удара, который придерживаются России. Путин пояснил, что Россия применит ядерное оружие при трех условиях. Первое. Российские средства предупреждения о ракетном нападении обнаружат запуск ракет противника. Второе. Российские средства предоставят сведения о траекториях ракет, которые запустил противник. Ну и третье. Российские средства определяют, какие цели должны поразить ракеты противника. Так вот, эта концепция применима к условиям, когда наши межконентальные ракеты, американские межконентальные ракеты летят до территории другой страны 25-30 минут. Ну, с нашей территории до территории Соединенных Штатов, если не размещать на Чукотке, ну, там вообще-то холодно, на Камчатке тут, по-моему, удобнее разместить. Чукотка ближе, нормально. Я все-таки за Камчатку, поскольку и Гуаму ближе, между прочим. Ну, Курила еще есть. Нам Гуам не нужен. А может и там, и там? И там, и там можно. Так вот, значит, в 80-е годы, когда Соединенные Штаты разместили ракеты «Першинг-2» в Западной Европе, подлетное время к Москве составляло 10-12 минут, а не 25-30 минут, как для межконентальных ракет. Это была одна из причин, по которой наша страна согласилась подписать договор о ракетах средней и меньшей дальности, хотя мы были вынуждены уничтожить в два раза больше ракет, чем американцев. Но просто мы симметричную угрозу Соединенным Штатам не можем создать. Я крайне сомневаюсь, что Куба согласится размещать ракеты или Никарагуа. Ну и я думаю, что развитие событий в ближайшее время в Венесуэле покажет, что рассчитывать на такой вариант размещения наших ракет в Западном полушарии очень сложно. А если Соединенные Штаты разместят свои новые баллистические ракеты, когда они будут созданы в Польше и Балтийских государствах, ну посмотрите, от Эстонии до Петербурга одна минута подлетное время, до Москвы три-четыре минуты. Это означает, что концепция ответно-встречного удара окажется бессмысленной, поскольку просто не будет времени, чтобы определить вот эти три параметра, о которых я говорил. Это означает, что наша страна будет вынуждена сдвигаться в сторону принятия концепции упреждающего удара, то есть в случае возникновения острого кризиса наносить удар до того, как противник произведет обезоруживающий, обезглавливающий удар. То есть возникнет крайне опасная ситуация, поскольку американцы будут придерживаться точно такой же концепции. И эта ситуация, на мой взгляд, может быть еще опаснее, чем кубинский кризис 1962 года. Об этом тоже надо задумываться, хотя, опять же, повторяю, это не близкая перспектива, это через несколько лет произойдет. Но мы, в принципе, можем стать свидетелями того, что события могут развиваться достаточно быстро. По крылатым ракетам, мы высказываем опасения в отношении размещения крылатых ракет морского базирования «Тамагавк» в пусковых установках ИДЖИС и ШОР, МК-41. Они, собственно говоря, и создавались, чтобы запускать «Тамагавки». Это будет наземный вариант. Но, конечно, крылатые ракеты летают довольно медленно. А вот создание нового поколения баллистических ракет Соединенными Штатами, этот процесс потребует разработки каких-то новых технологий. Но я хочу напомнить, что мы обвиняем американцев в том, что они сами нарушают договоры РСМД по трём пунктам. Один из них заключается в том, что они используют в качестве ракет-мишеней две ступени своих межкондентальных ракет. То, что говорил Евгений Петрович в отношении ЯРСа, то есть, в принципе, у американцев есть запас вот этих ступеней от Минитменов и от МЭКС, которые позволят достаточно быстро создать в качестве переходного варианта временного решения ракеты баллистические наземного базирования средней дальности на основе вот этих технологий. Пока будут разрабатываться новые технологии, новое поколение. У них нет опыта создания мобильных установок, в отличие от нас. У нас ЯРС мобильный, у них все эти Минитмени шахтного базирования, поэтому это ещё вопрос такой. Ну, они же и ИДЖИС и ШОР тоже у них фактически шахтного базирования создают. Ну, крылатые ракеты это особо статья, вот баллистические ракеты, у них нет ни технологий, ни опыта, ни истории создания мобильных установок наземного базирования. Почему обязательно мобильного? А потому что шахтное – это бессмысленно. Для упреждающего, да. Ведь до сих пор Соединенные Штаты свои Минитмены держат в шахтах на территории США, а не в мобильном варианте, который у них, как Вы правильно говорите, отсутствует. Почему не сделать это же самое в Польше, например? Возможно, они не против. В Польше? Возможно, конечно, они, вот эта история, когда они там 10 шаг пытались рыть, но для своих GBI-ракет, по-моему, им было точно сказано, что это цель для упреждающего удара. Шахтные установки всегда легче поразить, чем мобильные. Ну, пускай роют. Пусть роют, да, вопросов нет. Можно, я хотел бы уточнить, что все-таки технологии мобильных, межконтинентальных работ в Соединенных Штатах были в свое время отработаны. Но они сочли, что это слишком дорого, нецелесообразно, и не стали их производить и развертывать. Поэтому по поводу технологий американских не надо быть пессимистами. У них все нормально с этим. Вы знаете, я хотел бы немножко отойти от технических вопросов к политическим, потому что в конечном счете мы можем очень долго говорить об опасностях, о рисках, мы можем ругать администрацию Трампа и справедливо ее ругать, но в конечном счете вопрос заключается в том, что делать. И вот мне представляется, что завершение жизненного цикла договора об РСМД означает завершение определенного этапа в развитии стратегической стабильности, концепции, подходов. И мы сейчас должны думать о будущем. И очевидно, что все равно в какой-то форме контроль над вооружением будет нужен. Будет нужен нам, американцам, европейцам, наверное, даже китайцам в каком-то этапе. И вопрос в том, каким этот контроль может стать в 21 веке. Мне так представляется, что сейчас мы можем уже с уверенностью сказать, каким он не будет. То есть, во-первых, он не будет больше вот таким арифметическим. То есть, трудно себе вообразить, что в ближайшем будущем начнется количественная гонка вооружений между Россией и Соединенными Штатами. Мне кажется, это маловероятно. Франция, Великобритания сокращают фактически количество своих боезарядов. Ну, Китай, может быть, не. Но задача будет заключаться не в том, чтобы ограничить количество боеголовок или носителей, а в том, чтобы остановить их качественное развитие в наиболее дестабилизирующих вариантах. Как это сделать? Это совершенно другая задача. Это не арифметика, это уже высшая математика. Второе. Совершенно очевидно, что, по крайней мере, в ближайшие годы добиться юридически обязывающих договоренности не получится. Ну, нет такого соглашения с Россией, каким бы оно бы не было выгодным для Соединенных Штатов, которое пройдет американский конгресс в нынешних условиях. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Все равно привяжут какие-то условия, все равно будут санкции. Значит, мы должны искать какие-то другие форматы. Это трудно. Конечно, возникает вопрос гарантии и так далее. И третье. Я думаю, что, наверное, вот с учетом того, что Город Сергей Михайлович, оппозиции Болтона, все-таки трудно себе вообразить, что нам удастся сохранить двусторонний формат. Наверное, он все-таки должен быть многосторонним, по крайней мере, постепенно эволюционировать в этом направлении. То есть перед нами стоят очень сложные задачи для нашей дипломатии, для наших военных, для наших партнеров, но эти задачи я бы все-таки не отнесся к числу нерешаемых принципиально. Мне кажется, что здесь вот очень большое значение будет иметь вот такой, то, что называется soft arms control. То есть контакты между военными, обмен информацией, сравнение представления о угрозах, о военных доктринах и так далее. Потому что вот сейчас, обратите внимание, говорят о выходе Соединенных Штатов из договора РСМД, одновременно сейчас в прессе, очень активно звучит тема создания миниатюрных ядерных зарядов на трампе, там 10 килотонн, по-моему. 5-6. А, да, 5-6, 5-6. Уже объявлено, что позавчера, что начато производство. Вот, ну то есть это практически означает снижение порога ядерной войны. То есть о чем мы всегда говорили, это вот, так сказать, размывание грани между ядерными и обычными вооружениями. То есть с одной стороны 5 килотонн, с другой стороны царь-бомба, которую они взорвали в Афганистане, да, по-моему, не так давно. То есть вот, мне кажется, о чем все мы должны думать. И здесь я считаю, что на очень такой общей негативной картине все-таки есть определенные позитивные моменты. То, что никто не заинтересован, например, в полном развале договора о нераспространении ядерного оружия. Ну ни мы, ни американцы, ни европейцы, ни китайцы в этом не заинтересованы. Значит, есть тема для разговора. Никто не заинтересован в снижении вот этого ядерного порога. Поэтому, мне кажется, что здесь все-таки какие-то возможности у нас существуют. Но, по крайней мере, нам, разумеется, не следует ограничиться только военными ответами, военно-техническими ответами на американские решения. Надо думать о политико-дипломатических ответах тоже. Андрей Вадимович, ну как-то вот процесс переговоров у нас пробуксовывает. Американцы не с собой заинтересованы садиться с нами за столб. Вы знаете, я вам могу привести пример. Он, конечно, из другой области. И я понимаю, что меня могут здесь критиковать, но мне кажется, что он, кстати, очень любопытен. Вот вспомните, как начинались переговоры по ядерной программе Ирана. Кто их начал? Соединенные Штаты, Россия. Нет. Это была европейская тройка. Это был тогда, насколько я помню, Джек Строг, Доминик Девильпен и Йошка Фишер. И только потом к этому процессу стали присоединяться другие, члены ядерного клуба. Я бы сказал, что если бы нам удалось бы найти какой-то механизм взаимодействия и с нашими европейскими партнерами и с китайскими нашими партнерами, то после смены, после завершения очередного политического цикла в Вашингтоне, ну, можно было бы втянуть Соединенные Штаты в такой разговор. Я понимаю, как это трудно. И мне скажут, что да, есть НАТО, есть, так сказать, там, дисциплина Союза. Но, тем не менее, я бы здесь не делал ставку только исключительно на нынешнюю администрацию, поскольку с нынешней администрацией по этим вопросам говорить очень трудно, если вообще возможно. Ну, то есть, в любом случае, нам нужно дождаться другого президента Союза? Ну, понимаете, дождаться как? Вот тот же Болтон, я не знаю, Сергей Миколаевич, говорил ли он вам, но летом, когда мы с ним общались, он говорил, ну, вот давайте все-таки серьезно поговорим о новых принципах стратегической стабильности. Давайте сейчас отложим в сторону все, что относится к 20 веку, и начнем с чистого листа. Ну, я понимаю, что многие скажут, ну, какие вообще разговоры, если вы выходите из договора. Ну, мне кажется, даже с нынешней администрацией, там еще много профессионалов, там много людей, которые имеют большой опыт в этой области. Почему не начать разговор хотя бы на техническом уровне, хотя бы на экспертном уровне, на уровне второго трека, если на первом не получается. Мне кажется, что здесь любые контакты будут полезными. Господа американисты, а получается вообще сейчас общаться на экспертном уровне? На экспертном уровне получаются у нас постоянно контакты с ведущими мозговыми центрами. Проблема, правда, заключается в том, что американское экспертное сообщество специалистов по контролю над вооружениями сегодня пользуется крайне малым влиянием на администрацию Трампа. И такие люди, как Болтон, они, ну, если позволите вы так сказать, в гробу видали соображения сторонников контроля над вооружениями. Но тем не менее, я хочу поддержать мысль Андрея Вадимовича о том, что нельзя ограничиваться только военно-техническими решениями. Требуется, конечно, и политическая активность. Хотя, ну, как я понимаю, встреча пятерки в Пекине, которая происходила позавчера, она не дала никаких результатов, даже Каменюки не могли согласовать по результатам. Но, тем не менее, можно подумать о каких-то, во-первых, политических и дипломатических шагах, которые позволили бы уменьшить ущерб от выхода Соединенных Штатов из договора по РСМД и, более того, сохранить определенные элементы режима РСМД даже в условиях, когда юридически договора не будет. Ну, я буду фантазировать, это, как вы понимаете, неофициальная позиция нашего правительства. Но если бы я был царем, я бы после выхода Соединенных Штатов из договора РСМД, а это произойдет летом, объявил бы односторонний мораторий на развертывание российских ракет в европейской части нашей страны до тех пор, пока США не будут, не начнут размещать свои ракеты на территории своих европейских союзников. То есть создать такую определенную политическую увязку мы этого не будем делать, если американцы не будут это делать. И тут можно полагать, что со стороны европейцев, не только старых европейцев, но даже новых, может быть определенная реакция. Ну, это мои спекуляции, мои фантазии. В.Путин Петрович, односторонний мораторий помог, да, с вашей точки зрения? Вы знаете, ну, во-первых, я начну вот то, что Андрей Вадимович говорил, насчет многостороннего характера РСМД. Ну, у нас была попытка, конечно, в седьмом году такая инициатива сделать договор многосторонним, но она, конечно, не увенчалась успехом, потому что, ну, заведомо было понятно, что никто к ней не присоединится. Сейчас вот американцы говорят, вот давайте уговаривайте Китай присоединиться. Ну, любой прекрасно понимает, что вовлечь в этот, так сказать, в этот процесс Китай и не вовлечь Индию – это бесполезно. Вовлечь Индию и не вовлечь Пакистан тоже не представляется, возможно. Вовлечь Пакистан и не вовлечь, там, Иран – ну, то есть это такая цепочка, что очень-очень много стран нужно привлекать к участию в этом договоре. Получится такой универсальный договор с десятками участников. Я вот в свое время тоже высказывал идею, можно было бы попробовать сделать многосторонний договор по ракетам средней и меньшей дальности, но, конечно, не основанной на полной ликвидации этого класса ракет, а построенной на ограничении по типу СНВ, то есть там, ну, количество – это вопрос переговоров, хотя и количественные показатели имеют значение, потому что, например, китайский ракетно-ядерный потенциал на 70, даже больше, ну, никто не знает, сколько у китайцев ракет, там, магические цифры в 300 боезарядов, которые там они последние 25 лет публикуют во всех справочниках, конечно, верить им серьезно нельзя. Но, тем не менее, основная часть ракетно-ядерного потенциала Китая – это ракета средней дальности, поэтому вообразить, что они вдруг начнут судорожно ликвидировать свой ракетно-ядерный потенциал в условиях развертывания американской профтехоокеатской регионе, конечно, вряд ли это реалистично. Что касается вот идеи Сергея Михайловича на моратории, моратории на развертывание каких ракет? Вот американцам не нравится наш «Искандер-М», а у нас идет процесс перевооружения наших ракетно-артиллерийских бригад с точки на «Искандер». Мы что, должны остановить этот процесс? Не думаю, что это мало реалистично. Заморозить и оставить, так сказать, старые комплексы на вооружение наших вооруженных сил на западном направлении, в условиях, так сказать, не очень стабильной Украины, которые все время грозит Москву разрушить, тоже, конечно, проблематично. Ну, позвольте немножко с Евгением Петровичем подискутировать. Ну, во-первых, мораторий не означает, что мы откажемся от модернизации и размещения «Искандеров-М». Тем более, что мы доказываем, что их дальность не превышает 500 километров. Они-то нам не верят. Ну, это, с одной стороны, они нам не верят. С другой стороны, если посмотреть все-таки оценки даже не сторонников договоренности с Россией, а противников, они, в общем, признают, что «Искандер-М» действительно имеет дальность меньше 500 километров, а говорят о другой ракете. Но теперь о многосторонних режимах. Конечно, в условиях, когда Соединенные Штаты выходят из двухстороннего договора РСНД и явно не будут проглевать в 2021 году договор СНВ, но… Если только не придет демократическая администрация? Ну, не успеет, потому что договор-то, срок его истекает в феврале 2021 года. Это значит, через две недели после инаугурации нового президента, хотя чудеса иногда бывают, но все-таки трудно на них надеяться. За полгода они должны высказать свое желание, продлить. Конечно. Значит, но, тем не менее, многосторонний режим возможен. Вот я хочу выдвинуть еще одну фантастическую идею, как начинать работать с многосторонним режимом. Вот Евгений Петрович говорил о том, что если Китай, то Индия, если Индия, то Пакистан и далее по списку. Но я хочу напомнить, Евгений Петрович сам участвовал в этих переговорах, что когда в середине 80-х годов начались переговоры по РСМД, мы же первоначально настаивали на рассмотрение всей номенклатуры ракетных вооружений средней дальности. Но в конце концов, американцы, поскольку отказались, мы пошли на то, чтобы подписать договор РСМД, запрещавший только ракеты наземного базирования, но не морского базирования и не воздушного базирования. И вот посмотрите, какая ситуация сегодня. И у нас, у американцев, нет сегодня ракет наземного базирования средней дальности, если только мы не согласимся с американской пропагандой, что якобы мы разместили три дивизиона таких ракет. А у Китая ракет средней и меньшей дальности, попадающих в рамки договора РСМД от 500 до 5500 километров, по оценкам до 2000, правда туда входят и некоторые ракеты дальностью от 300 до 500 километров. Ну хорошо, полторы тысячи ракет средней дальности наземного базирования. И американцы об этом все время говорят. Но, ведь у Соединенных Штатов более 4 тысяч крылатых ракет морского базирования, это Магавков, и примерно тысяча ракет средней дальности воздушного базирования. То есть в общей сложности у американцев 5 с лишним тысяч ракет средней дальности морского и воздушного базирования. У китайцев, я сказал, две тысячи или полторы тысячи, а у нас около тысячи. Правда, сейчас вот идет развертывание калибра, наращивается количество таких средств, плюс авиационные ракеты. И что если мы с Китаем вместе предложили Соединенным Штатам начать обсуждение, консультации по ракетам средней дальности всех трех типов, и наземного, и морского, и воздушного, ясно, что такого рода консультации не приведут к юридическому соглашению, которое бы запрещало или устанавливало потолки бы для ракет средней дальности. Но, тем не менее, начался бы процесс, о котором вот говорил Андрей Вадимович, какой-то большей транспарентности, обсуждения этих вопросов. И в конечном счете к нему могли бы примкнуть действительно и Индия, хотя у нее количество ракет очень невелико пока, и Пакистан, у них меньше двухсот штук. Израиль, кстати. Но, тем не менее, начать с трехстороннего формата, то есть переход от двустороннего российско-американского к трехстороннему российско-китайско-американскому. Это было бы, на мой взгляд, очень интересно, потому что, конечно, Соединенные Штаты озабочены китайским потенциалом. Но пойдут ли они на эти переговоры? Я хочу напомнить, что в декабре Трамп, ну, много чего говорит, сказал, что будет день, когда я начну переговоры с президентом Путиным и председателем СИ о том, как остановить безумную гонку ядерных вооружений. Ну, сказал и, похоже, забыл. Ну, так почему ему не напомнить и почему нам самим вместе с китайцами не предложить американцам такие переговоры? Ну, это мои спекуляции. Но он немножко не так, по-моему, сказал. Он сказал, что у меня денег, как у дурака фантиков, поэтому я могу сделать этих боеголовых 10 тысяч. Нет, это он... Это он говорил за год до этого. А в декабре он сказал, что мы... Зачем нужны такие безумные расходы на гонку вооружений? Надо сократить военный бюджет. А через две недели он сказал, что надо его на 50 миллиардов увеличить. Но тем не менее, раз он это сказал, почему бы это не восходит. Ну, в свое время Никита Сергеевич Хрущев говорил, что мы можем производить наши ракеты как сосиски. И поэтому американцы все равно рано или поздно будут вынуждены согласиться на паритет. Но я хотел бы напомнить, Сергей Михайлович, у вас еще была идея некоторое время назад, мне кажется, очень интересная и плодотворная, о том, что, может быть, вообще надо отказаться от внутреннего деления средств доставки на стратегические, средние дальности и тактические, и дать возможность определить общие потолки по носителям, по боезарядам, может быть, по носителям, находящимся в состоянии повышенной боеготовности, и позволить каждой из сторон смешивать этот коктейль по своему вкусу. То есть, если для кого-то важнее тактические, то пусть будет акцент на тактику, если это средней и меньшей дальности, то пусть так и будет. Мне кажется, к этой идее тоже можно было бы вернуться на каком-то этапе. Я согласен с вами, Андрей Вадимович, очень хорошая идея. Жалко, что нас не слышат американские товарищи, и китайские, кстати, тоже. Еще дополнения будут? Да, пожалуйста. Я обратил бы еще внимание на такую сторону. Американцы пару лет назад достаточно четко обозначили стремление двигаться по пути снижения роли ядерного оружия и заговорили о развитии потенциала неядерного сдерживания. И несколько позже аналогичную мысль высказал и наш министр обороны. И несмотря на то, что в последних доктринальных документах у американцев фигурируют ядерные сдерживания, и даже больше, чем было раньше, оно сместилось, свой акцент сместили они на региональный уровень, но это во имя того, чтобы все-таки ядерное оружие как-то свою положительную роль, которая оправдала себя за время холодной войны ядерного сдерживания, играло. Но реально, по всей видимости, они все-таки эту цель имеют в виду. И не исключено, что если будут появляться ракеты средней дальности, то в первую очередь в неядерном в оснащении, и само смещение акцента на региональные проблемы, на региональную безопасность со стороны Соединенных Штатов отвечает современным тенденциям. После окончания холодной войны действительно все угрозы безопасности сместились на региональный уровень. И одновременно американцы развивают региональное ПРО, которое как раз и может быть эффективной применительно к ракетам в неядерном оснащении. Для ядерных ракет эффективные ПРО не просматриваются и в далекой перспективе, что теоретически, что практически. А что касается той эффективности, которая достигается при отражении ракетного удара в обычном оснащении, это вполне приемлемо, там же неядерный заряд. И вот если посмотреть с этой стороны, то здесь действительно нужно разделить направления, связанные с ракетно-ядерной угрозой и с потенциалом неядерного сдерживания. Ну и в заключение я хотел бы поддержать мысль Андрея Вадимовича о том, что, конечно, надо пересматривать наши подходы к стратегической стабильности. Пока мы будем ее базировать на состоянии взаимного гарантированного уничтожения, мы из двухстороннего формата с американцами не выйдем. То есть здесь принципиально надо менять подходы. Это вопросы и теоретические, и дипломатические в определенной мере, научных кругов. Над этим надо работать. Спасибо. Спасибо. Предлагаю перейти к вопросам. Мне уже пришел вопрос из коммерсанта. Наш круглый стол коллеги могут смотреть и в онлайн-режиме. Вот вопрос следующий, правда частично, мне кажется, мы это уже обсуждали, но не задать не могу. США, как ожидается, в субботу объявят о приостановке выполнения своих обязательств в рамках адрес МД и уведомят Москву о выходе из него. Ожидаете ли вы каких-либо активных действий от Вашингтона, противоречащих условиям договора в шестимесячный период до его развала? Если речь идет об испытаниях ракет, то каких именно? Кто готов? Мне вообще не очень понятна вот эта вот фраза о приостановке исполнения договора. Договором предусмотрена процедура. Они официально уведомляют, что они выходят из договора. Ну все, шесть месяцев и договор прекращает свое существование. Испытаний, ну пока им нечего испытывать, у них нет этих ракет, сначала они должны там не окра, окра провести, это тоже время. Разворачивать им тоже нечего, в принципе, я имею в виду на земле. Поэтому я не вижу никаких активных действий со стороны американцев, кроме того, что они просто официально заявят о том, что они начинают процедуру денонсации этого договора. Все. Но я хотел бы напомнить, что вообще мы же ведь, когда это было в 2007 году, объявили, что мы приостанавливаем выполнение договора об обычном вооруженном силе Европы. Я хочу напомнить, что американцы буквально дословно используют эти формулировки, когда говорят о договоре РСМД. Но, Сергей Михайлович, мы не вышли из ДОВСЕ. Официально мы, юридически, из ДОВСЕ не вышли. Мы объявили мораторий. Я с вами согласен. Так вот, начнем. Значит, есть прецедент приостановки. И, как разъясняет Госдепартамент, речь идет о том, что Соединенные Штаты больше не будут себя считать связанными обязательствами по испытаниям и развертываниям ракет соответствующего класса. Но, как Евгений Петрович сказал, пока что им нечего испытывать и нечего развертывать. Хотя есть совершенно экзотические какие-то проекты. Мне просто технического моего воображения не хватает. Вот сейчас появилась масса статей, что американская армия разрабатывает гаубичные снаряды, артиллерийские снаряды, дальностью 1500 миль. Как это может быть, я не понимаю. Это противоречит законам физики, я не знаю. Говорится об этом всерьез. Так вот, значит, при этом, как я понял, два дня назад замгоссекретаря Томпсон заявила, что Соединенные Штаты приостанавливают выполнение, а выйдут из договора в соответствии с юридической процедурой через шесть месяцев. Но в течение этого периода Россия может выполнить американские требования об уничтожении своих ракет, и тогда, дескать, договор может сохраниться. Ну, ясно, что мы ничего не собираемся выполнять. Но получается, что, несмотря на объявление о выходе через шесть месяцев, переговоры могут продолжаться, и какие-то решения можно было бы поискать. Ну, вот, я считаю, что мы запоздали с такой мерой, как показ нашей ракеты иностранным специалистам, которых пригласили в Кубинку. И не случайно американцы и натовцы проигнорировали это. А сделать это можно было бы и раньше. И приглашать не в Кубинку, где нет базирования соответствующих ракет, а пригласить бы их в Капустин-Яр, где проводятся наши испытания этих ракет. И на тот объект на Урале, где якобы размещен дивизион наших запрещенных ракет. Здесь еще, возможно, какие-то инициативы с нашей стороны. Но, к сожалению, Соединенные Штаты категорически сегодня отвергают любой показ ракет, которые предусмотрены были соглашениями. И ультимативно требуют, чтобы Россия уничтожила и все без всякого показа этой техники. Эта ситуация, конечно, не вселяет оптимизма. Ну, можно так сказать? Да, конечно. Вообще, справедливости ради Сергея Михайловича, они в 2014 году, вот Обама прислал письмо Путину, что вообще беспрецедентно, конечно, писать президент президенту, что Россия нарушает, не приводя при этом никаких, так сказать, доказательств. После этого, вот на протяжении четырех лет, почти четырех лет, на всех заседаниях совместной контрольной группы американцы нам говорили, вы нарушаете, у вас есть ракета. Наши говорили, какая ракета? Американцы говорили, вы знаете, какая ракета, вы нарушаете. Наконец, они разродились. В 2018 году, в начале 2018 года сказали, вот назвали 729-ю ракету. Наши им предложили, хорошо, давайте, мы продемонстрируем вам ракету, но вы нам покажете МК-41, так сказать, в разрезе, так же, как вы хотите посмотреть на нашу ракету. Американцы сказали, нет, мы вам ничего показывать не будем. И после этого объявили ультиматум, что, ну, то есть, тут нужно, можно было, конечно, и раньше показать, но идти вот на такие унизительные требования, вы нам покажите, вы нам докажите, что вы не верблюд. А вот мы точно не нарушаем ничего по определению, ни ракеты-мишени, ни ударные беспилотники, ни МК-41, вот мы просто по определению, Америка не может нарушать договоренности. Евгений Петрович, бесспорно, американская позиция, ну, просто хамская. Ну, хамская, конечно. Тем не менее, была возможность раньше предпринять кое-какие шаги, и, к сожалению, эта возможность была упущена. Мы вот организовали показ в Кубинке уже после того, как было объявлено решение президента Трампа выйти из договора РСНД. Но мы-то организовали, чтобы показать европейцам, не американцам даже. Но учитывая, так сказать, натовскую солидарность, вот они, хотя, вот честно я вам скажу, что вот я так разговаривал, неофициально с некоторыми там из натовских, ничего им американцы тоже, ничего они им не доказали. Опять же сказали, верьте нам, мы знаем, о чем мы говорим, у нас есть данные. И все проголосовали. Ну, вообще, вот есть две вещи, которые Россия сделать не может на протяжении ближайших шести месяцев. Это очевидная вещь. Во-первых, Россия не признает, что она нарушила договор, это понятно. И второе, Россия не пойдет ни на какие односторонние соглашения. То есть для того, чтобы достичь соглашения, необходимо, чтобы Соединенные Штаты взяли на себя определенные обязательства. Потому что в противном случае впечатление будет такое, что да, вот на нас надавили, и мы пошли на уступки. Для того, чтобы Соединенные Штаты взяли на себя обязательства, должна быть политическая воля. Теоретически можно предположить, что за полгода где-то состоится все-таки полноценный российско-американский саммит, президенты договорятся, Трамп объявит о своей величайшей победе, и вопрос о выходе из договора будет, ну, по крайней мере, временно снят. Ну, я думаю, что реально шансов на это, к сожалению, очень мало. Спасибо. Коллеги, ваши вопросы на первый ряд, пожалуйста, микрофон. Представьтесь и кому вопросы. Наталья Приходко, Вестя экономика. Добрый день. Хотела бы все-таки уточнить по российским, по американским претензиям в адрес России. Вот в последнем интервью коммерсанту Томпсон говорил о том, что непроверяемые тезисы российской стороны о том, что ракеты не подпадают под этот договор. Это первое. И второе то, что на самом деле американская страна предоставляла России какие-то данные о том, что есть вот эти вот, есть эти ракеты, которые нарушают договор. То есть Вашингтон в данной ситуации вводит в заблудение мировое общественное. Это первый вопрос. И второй вопрос по поводу нового договора. Трамп очень любит говорить о новых сделках. Вот как я правильно поняла, что несмотря на заявление о новых сделках, вы не рассчитываете, что в ближайшие годы возможно добиться с Вашингтоном нового договора именно в те самые годы, которые будут самыми опасными по вашей оценке? Вот я на первую часть могу ответить. Вот понимаете, вот вы говорите, американцы предоставляли и говорят непроверяемые. Я понимаю. Вот что такое крылатая ракета? Вот дальность крылатой ракеты определяется емкостью топливного бака. Больше топлива дальше летит. Меньше топлива меньше летит. Американцы увидели, что вот новая ракета на 53 сантиметра длиннее. Они сделали вывод, что они увеличенный топливный бак, поэтому ракета может лететь не на 500 километров, а на 1000 километров. Но в Кубинке им показали, что это не топливный бак увеличен, а это увеличено, так сказать, в силу того, что более мощный боезаряд, там аппаратура, которая определяет, ну в общем, не топливо. Но американцы не верят. Ну просто вот тупо говорят, не, мы не верим. Это точно топливный бак. Вот вы сегодня нам показали, что это не топливный бак, а завтра окажется, что это топливный бак и ракета полетит. Ну как с ними можно так разговаривать? Но если вы не верите, ну, понимаете, вы не верите, что Бог есть, ну как вас убедить, что Он есть? Вот не верю и все. Вот так вот американская позиция такая. Второй вопрос. Кто-то готов прокомментировать? Ну, что касается перспектив заключения нового юридически обязывающего соглашения, то я думаю, если Соединенные Штаты выйдут из договора РСНД, и, соответственно, не будет продлен договор СНВ-3, шансы на подписание нового договора будут равны нулю. Помимо всего прочего, это связано с тем, что сегодня ни в общественном сознании, ни в политических кругах нету серьезного стремления к заключению новых соглашений от контроля над вооружением. Это проявляется в первую очередь в Соединенных Штатах, но в определенной степени и у нас. Вот такое отношение, конечно, делает крайне маловероятным заключение новых юридически обязывающих соглашений. Ну, еще один момент, может, это уже я по-стариковски, но уходит то поколение людей, которые 30 лет назад, 40 лет назад, 20 лет назад занимались армсконтролом, ввели переговоры, и как-то не видно особенно молодежи, которая бы занималась этой темой. Вот глобальное потепление, изменение климата, СПИД, информационные технологии, роботизация, вот эти вещи людей интересуют. А вот то, о чем говорим мы, что по-прежнему сохраняются угрозы ядерной войны, она может возрасти в результате тех событий, которые происходят сейчас. К сожалению, об этом очень мало кто задумывается. Но это, может быть, я уже по-стариковски. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Да, девушка третий ряд, потом вы представьтесь. Спасибо. Сара Ринс от BBC. Хотела спросить, вот звучал вопрос о том, что Америка сделает после окончания этого договора. Хотела спросить, что вы ожидаете от России, то есть какие шаги будут предприняты, сделаны? И вот такой еще вопрос. Россия жалеет о том, что разрешается этот договор, или этим довольна, или вообще этого хотела? Какая вообще оценка вот этого? Кто готов? Ну, вообще, в принципе, вот так если рассуждать с точки зрения чисто военной, то вот этот класс ракет американцам, вот основная цель любого, любых вооруженных сил и, соответственно, системы вооружения, которые находятся в их распоряжении, это защита своей национальной территории. Американцам этот класс ракет для защиты своей национальной территории, так же, как тактическое ядерное оружие. Вот тут Андрей Вадимович говорил о вот этих боеголовках малой дальности. У американцев какие-то иллюзии мне вот совершенно непонятные. Они все время хотят повоевать, включая и применение ядерного оружия, где-нибудь в Европе, там, в Азии, на Ближнем Востоке, считая, что они там за двумя океанами остаются в неприкосновенности. Это иллюзия. Поэтому им этот класс ракет, в общем-то, не нужен. Россия, в отличие от американцев, этот класс ракет является, так сказать, ну, скажем так, неплохо было бы иметь, потому что по периметру наших границ очень много стран, которые такой класс ракет имеют. Это могло бы стать, так сказать, ну, как бы фактическое ядерное оружие, это региональные средства сдерживания. Но, тем не менее, я не думаю, что мы, наше командование, тут же начнет размещать какие-то ракеты средней дальности, хотя, конечно, чисто технологически сделать из крылатой ракеты морского базирования крылатую ракету наземного базирования несложно и дешевле. Но я думаю, что вряд ли Россия будет заниматься такими вещами. Я хотел бы добавить, что, конечно, существует географическая асимметрия. Американские ракеты средней дальности, размещенные на территории американских союзников, до нашей территории долетают, причем с очень коротким подлетным временем. А наши ракеты средней дальности, только если на Чукотке разместить, ну, в Аляску попадем. Почему это только в Аляску? Почему это только в Аляску? Нет, я за Камчатку как-то. Город Сиэтл можно тоже. Так вот, вот эта географическая асимметрия, конечно, делает Россию заинтересованной в том, чтобы договор РСМД сохранялся. Мы дважды уже проходили через очень острый кризис. Один в конце 50-х, начало 60-х, когда американцы разместили свои ракеты средней дальности Юпитер в Европе, и Хрущев на это отреагировал размещением наших ракет на Кубе. Второй в начале 80-х годов, когда мы находились на грани очень опасных событий. И сейчас вот третий раз эта история повторяется. И я думаю, что с точки зрения интересов российской безопасности, конечно, сохранение договора РСМД отвечает этим интересам. Спасибо. Ваш вопрос. Второй ряд. Калугин Иван, независимый эксперт. У меня следующий вопрос. Учитывая широкое распространение ракет средней дальности авиационного и морского базирования и возможное развитие ракет средней дальности наземного базирования в категориях, не подпадающих под договор ракет средней малой дальности, например, гиперзвуковые планеры наземного базирования, может ли быть такая ситуация, что разрушение договора ракет средней малой дальности само по себе не приведет к развертыванию каких-то вооружений, которые он запрещал бы. Я еще раз могу повторить только, что я не думаю, что есть планы создания ракет средней дальности в ближайшей перспективе наземного базирования. У России, в отличие от... Сергей Михайлович правильно сказал, что мы, когда заключали, когда Горбачев подписывал этот договор в 87-м году, мы уничтожили в два раза больше. Почему? Мы, в принципе, поменяли свою реальную группировку на американские планы по развертыванию. И плюс в то время у нас были, конечно, крылатые ракеты, но очень малые и очень несовершенные. А у них были и крылатые ракеты морского и воздушного базирования. Сейчас у нас есть калибр, причем калибр морского базирования, он по оценкам специалистов, он получит Амагавка и летит дальше. И есть у него задел еще, может быть, не 2, 2,600, как сейчас, а может быть, это 4 тысяч полетит. Воздушного, 101-й, 102-я ракета у нас очень хорошая. То есть сейчас у нас ни в каких количествах, конечно, как у американцев, но это вопрос, так сказать, денег и производственных мощностей. То есть сейчас у нас все, что нужно для защиты, в принципе, есть. А что касается гиперзвука, то это вообще особая история. Я не думаю, что их будет много, потому что очень дорогие, и это нужны отдельные договоренности. Пока что не о чем договариваться. У нас есть, у американцев пока нет, у китайцев пока нет. Если можно, я тоже хотел бы добавить, вот мне кажется, что все-таки мы должны учитывать не только военно-технические, но то, что я называю политико-психологические последствия разрушения договора РСМД. Вот вспомните, как Соединенные Штаты выходили из договора ПРО. Да, было заявлено в конце 2001 года, в середине 2002 года Соединенные Штаты формально вышли из договора. Но ведь, по сути дела, ничего не изменилось. То есть они соблюдали этот договор де-факто. Но вот политическое воздействие было очень значительным. Если вы почитаете выступления наших лидеров, начиная с 2002 года, то постоянно говорили о том, что выход Соединенных Штатов из договора ПРО – это одна из поворотных точек в развитии российско-американских отношений. Что после этого мы пришли к выводу, что мы не можем доверять, что мы не можем рассчитывать на стратегическое партнерство и так далее. Хотя, так сказать, на земле, в общем, никаких изменений не было. Я вот очень подозреваю, что сейчас произойдет то же самое. Независимо от того, какие будут непосредственные последствия военно-технические, разрушение договора будет иметь очень большой политико-психологический эффект. И оно еще больше затруднит возвращение к каким-то нормальным российско-американским отношениям. Спасибо. На четвертый ряд представьтесь. Газета Никкей. Скажите, пожалуйста, военно-технические все-таки последствия. Евгений Петрович говорил о том, что не ожидает, что прямо сейчас начнется развертывание в России. Говорилось о том, что в обозримом ближайшем будущем штаты не будут в Европе развертывать. А все-таки военно-технические последствия какие вы себе видите? Может быть, в плане тех наращивания производства, размещения тех средств, которые уже есть, вот сейчас прямо под рукой, там, крылатых ракет и так далее. Вот материальные последствия можете как-то ощертить? Вы понимаете, фантазировать, конечно, занятие такое, с одной стороны, такое приятное, а с другой стороны, совершенно бессмысленное. Я, например, не вижу причин для каких-то судорожных попыток нарастить ракетный или ракетно-ядерный потенциал после разрешения этого договора. Я еще раз повторяю, с моей точки зрения, все, что нужно для защиты, для обороны территории Российской Федерации, у нас есть. Что касается, опять же, количественно, ну, наша промышленность работает. Я думаю, планы есть в пределах разумной достаточности. Все будет сделано, а что-то, так сказать, какую-то гонку вооружений, я думаю, вы это имеете в виду, и я думаю, что наступать на те же самые грабли, что в 80-х годах российское руководство не будет. Спасибо. На четвертый ряд. Газета «Диалог». Могли бы Вы объяснить почетче позицию Китая, вот как третьей страны в этой ситуации? Они, как всегда, хотят там на горе сидеть и смотреть или что-то другое? Спасибо. Кто готов? Ну, позиция Китая, она, в общем, не претерпела серьезных изменений за последние годы. То есть, китайская позиция исходит из того, что по количеству как носителей, так и боезарядов Соединенные Штаты и Россия настолько превосходит Китай, что говорить о каком-то включении, разговор о сокращении или ограничении ядерных вооружений на данном этапе нецелесообразно. Ну, на это накладывается традиционная китайская культура и военно-политическая, и дипломатическая культура, которая, в общем, предполагает по возможности избегать тоже вступления в соглашения, которые могут сильно ограничивать свободу действий для Китайской Народной Республики. На это накладывается также и усиление противоречий между Китаем и Соединенными Штатами. И, конечно, в этом смысле, конечно, можно сказать, что Китай сейчас менее заинтересован в каком-то ограничении своих возможностей, чем раньше. Мне кажется, что особенность ситуации в другом, что сейчас параллельно с развалом договора по РСМД может произойти развал пока что очень хрупкой, эмбриональной системы американо-китайских консультаций по военно-стратегическим вопросам. Потому что, посмотрите, сейчас американцы вводят санкции в отношении Китая, в отношении военных Китая на том основании, что Китай покупает российские системы С-400, сейчас идет обострение по целому ряду других направлений. И вот это то, что между Китаем и Соединенными Штатами начало складываться, прежде всего в годы администрации Обамы и даже до Обамы, вот сейчас вся эта система взаимодействия в военно-стратегической области оказывается под угрозой. Ну и, кроме того, конечно, тут есть еще один серьезный нюанс. Россия и Китай не являются союзниками, как мы знаем, и можно теоретически предположить себе вариант конфликта между Китаем и Соединенными Штатами, в котором Россия не была бы вовлечена. Но в нынешних условиях, как я понимаю, наиболее очевидной траекторией подлетной для Соединенных Штатов Китай является траекторией через Северный полюс. То есть все равно эти ракеты теоретически будут пролетать над российской территорией, соответственно, соответствующие выводы в Москве будут делаться. Это тоже не может не беспокоить американцев. Может быть, это одна из причин, почему они хотели бы иметь дополнительные точки базирования ракет средней и меньшей дальности, которые бы достигали китайской территории через акваторию Тихого океана, а не через акваторию Северно-Атлантического. Ракеты, размещенные на морского базирования, на кораблях. Когда Андрей Вадимович говорил о том, что американские ракеты будут лететь над территорией России, имеется в виду мешканитальные американские баллистические ракеты, не баллистические ракеты подводных лодок. Я бы хотел добавить еще один нюанс к китайской теме. В принципе, китайская позиция, да, они осуждают Соединенные Штаты за то, что они собрались выходить из договора СМД, но ничего Китай в дипломатическом плане не делает. А теперь давайте попробуем прокачать ситуацию. Если Соединенные Штаты начинают разворачивать свои ракеты средней дальности против Китая, Китаю это не понравится. Но если мы тоже, реагируя на размещение американских ракет, которые баз в той же Японии могут накрывать большую часть Сибири и так далее, начнем размещать, все-таки я за Камчатку, на Дальнем Востоке и в Сибири наши ракеты средней дальности реагируют на американскую угрозу. Сегодня вот у Китая почти две тысячи ракет средней дальности, которые покрывают нашу территорию до Урала. У нас только Искандер. Если появятся наши ракеты средней дальности, которые смогут покрывать территорию Китая, понравится ли это китайцам? Вопрос интересный. Поэтому мне вот так нравится моя фантастическая идея совместной российско-китайской инициативы предложить американцам вести переговоры по этим вопросам. Это будет касаться не только транспарентности докторинальных вопросов и прочего в отношении с Соединенными Штатами, но между Россией и Китаем тоже необходим разговор. А трехсторонний разговор по этим вопросам, я думаю, был бы очень полезен. Что ж, мы сегодня много мечтали и фантазировали, но, к сожалению, ситуация складывается весьма опасная. Я благодарю нашего гостей за интересный разговор. Ждем вас мы на нашей площадке. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...